Мир всеми ассаляму алейкум! Готовим аварский хинкал. Для этого нам понадобится мясо, у меня говядина, вы можете взять по своему желанию курицу либо баранину, это не принципиально. Для наваристого бульона берите мясо на кости. Мука пшеничная, у меня высший сорт, картофель, морковь, я потом объясню для чего она нужна, и 1 лук, 350 мг кефира, томатная паста, сметана, чеснок и соль. Аварский хинкал – очень сытное и вкусное блюдо. Давайте приступим к готовке. В кастрюлю с холодной водой опускаем мясо, солим, вода закипела, снимаем пенку. Это делается для того, чтобы наш бульон был прозрачным. Добавляем лук, морковь, убавляем огонь и закрываем крышкой. Приступаем к замешиванию теста. Муку я добавляю на глаз. Сколько ушло в граммах, можно посмотреть в описании. Чайная ложка соды, 2 чайные ложки соли, 350 мг кефира либо кислого молока и замешиваем наше тесто. Если говорить о консистенции нашего теста, то оно не должно быть слишком мягким и не должно быть сильно тугим. Далее перекладываю наше тесто на стол и домешиваю его уже здесь. Вот такое вот тесто у нас получилось. Оно не мягкое и не сильно плотное. Также оно совершенно не липнет к рукам. Убираем наше тесто отдыхать на 30 минут. Тем временем достаем лук из бульона. Он нам больше не понадобится. Пробуем на соль. Добавляем соль по вкусу. Добавляем картофель в наш бульон. Готовим томатный соус к хинкаву. В сотейник добавляем немного подсолнечного масла, чеснока. Обжариваем. Добавляем томатную пасту. Наш говяжий бульон. Все перемешиваем. Доводим до кипения. Наш соус закипел. Снимаем его с огня. В отдельную миску добавляем немного свежего чеснока. И заливаем все это нашим горячим соусом. Перемешиваем. Наш соус готов. Готовим сметанный соус. Добавляем туда чеснок свежий. Перемешиваем. И солим по вкусу. Достаем из бульона картофель. Морковь. Достаем мясо. Доливаем воды в бульон. И еще одну кружку. Солим по вкусу. Если соли не хватает. Присыпаем мукой стул. Выкладываем наше тесто. Приминаем его руками. Если не можете руками, можно скалкой. Далее нарезаем тесто вот такой лопаткой. Если нет такой лопатки, можно обычным ножом для пиццы. Если нет его, то можно просто ножом. Нарезаем длинные жгуты. Нарезаем на квадратики, на ромбики. Это не важно. Можно даже просто отрывать тесто кусками. Как это делали раньше. Наш бульон закипел. На максимальном огне. Делим наш хинкал на две порции. Выкладываем сначала первую порцию. И закрываем крышкой. Очень удобно иметь при себе секундомер. Как делаю это я. Варим хинкал не более трех минут. Прошло уже три минуты. Хинкал увеличился в размере и остался белым. Очень важно быстро достать хинкал и наколоть его деревянной шпажкой. Это делается для того, чтобы наш хинкал не потерял свою пышную форму. Готовим также оставшийся хинкал. Наш хинкал готов. Это мой первый рецепт на этом канале. Надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Всем мира и ассаляму алейкум.